Премьер-министр Румынии Мрачел Чулаку совершил визит в Кишинев. 4 октября гостя торжественно встретил его молдавский коллега Дарин Ричан, после чего они провели двусторонние переговоры. Затем на совместной пресс-конференции Мрачел Чулаку отметил, что поддержка Евросоюза играет важную роль в развитии как Румынии, так и Молдовы. Поэтому вступление в европейский блок обеспечит экономический подъем в нашей стране. Мы братья и у нас единая цель. В данный момент это вступление Республики Молдова в Европейский Союз. В этом году ЕС инвестирует в Румынию 20 миллиардов евро. Вот что означает интеграция в Евросоюз. Позволю себе сказать, Российская Федерация не является гарантом для Республики Молдова. Россия приведет Молдову в зону изоляции и бедности. Она не принесет ни безопасности, ни развития. Дарин Ричан подчеркнул, насколько важна поддержка Румынии для Молдовы в сфере энергетики, сельского хозяйства, культуры и образования. Румыния является преданным сторонником Молдовы. Напомню про более чем тысячу отремонтированных детских садов по всей стране и про стипендии, которые получают свыше 2500 учеников-студентов из Молдовы, которые учатся в школах, лицеях и университетах Румынии. Мы наблюдаем, как многие из них возвращаются домой, чтобы поддержать развитие нашей страны. После заявлений для прессы Чулаку и Ричан приняли участие в церемонии передачи 20 школьных микроавтобусов от Румынии для Унгенского, Причанского, Сорохского, Дрокиевского, Окнинского, Каушанского и других районов. В мероприятии принял участие министр образования и исследований Дан Перчун. Он выразил надежду на продолжение успешного сотрудничества. «Очень важно, чтобы каждый ребёнок в этой стране, вне зависимости от места, где он родился, имел доступ к качественному образованию. И с этим нам помогает правительство Румынии. Мы получали такую помощь и раньше, но надеемся, что сотрудничество с Румынией продолжится и в будущем». В завершении мероприятия по передаче автобусов румынский премьер прокомментировал утверждение некоторых пророссийских политиков, будто после вступления нашу страну продадут по частям, а национальная идентичность будет утеряна. Чулаку попросили рассказать, как Румыния противостоит российской пропаганде и какие советы он может дать нашим властям. «Это те же сказки, которых мы наслушались в 1990-е годы. Они появляются перед выборами. Не могу дать ни одного совета. Просто посмотрите на Румынию. Видно, что она не была распродана по кусочкам, является суверенным государством. Не было передвинута ни одной границы. Сейчас Румыния находится на пике своего развития во всех сферах – и здравоохранение, и инфраструктура, и обучение. «Это нормально, что мы подключаемся и помогаем Молдове». После передачи автобусов румынский премьер встретился с председателем парламента Игорем Гроссу. Стороны обсудили поддержку Румынии и дальнейшие планы на сотрудничество двух стран. В социальных сетях Гроссу отметил, что лишь за последнюю неделю государство подписали контракт на проектирование и строительство первого нового моста через пруд. Правительство Бухареста приняло решение выделить Молдове более 2 миллионов евро на реставрацию нескольких исторических зданий в Кишиневе, а также спикер напомнил о двухмиллионных инвестициях для ремонта общежитий одного из университетов в Кагуле или одного из лицеев в Камрате. Последней в повестке визита стала встреча Чулаку с президентом Майей Санду. После переговоров глава Молдавского государства сообщила в Фейсбуке, что в ходе продуктивной дискуссии стороны также обсудили строительство моста, сотрудничество в сфере образования и финансирования от Румынии. Как минимум троих кандидатов в президенты могут исключить из предвыборной гонки по причине незаконного финансирования. Об этом сообщил глава генерального инспектората полиции Виорел Черноуцану в ходе программы на ТВ-8. По его словам, решение должен утвердить Центр избирком после изучения информации от правоохранителей. Мы, следственные органы, уведомим Центр избирком о явлении, с которым сталкиваемся, предоставим доказательства, что это делается для подкупа избирателей, чтобы те проголосовали за определенного кандидата. В зависимости от обстоятельств, Центр избирком будет возможность даже исключить некоторых кандидатов, если наберутся необходимые доказательства и если они сочтут этот процесс целесообразным. Глава генерального инспектората не назвал имен кандидатов, но отметил, что у них есть связь с беглым олигархом Илоном Шором, который находится в Москве. По его словам, Шор – это пешка, которую кто-то использует с целью дестабилизировать ситуацию в Молдове. Личности спонсоров также не раскрываются. Однако Черноуцану заверил, что у правоохранителей достаточна информация о тех, кто предоставляет финансирование. Напомним, что в четверг 3 октября глава ГИБ заявил на пресс-конференции с главой антикоррупционной прокуратуры Вереникой Драголин, что только за сентябрь из Российской Федерации перевели около 15 миллионов долларов. Предполагается, что деньги предназначались для подкупа избирателей и финансовой поддержки некоторых партий, связанных с Шором. Также стало известно, что более 130 тысяч граждан согласились продать свои голоса на президентских выборах и конституционном референдуме. Их обучали выбирать позицию «нет» на плебисците, а в день голосования должны были подсказать, какого кандидата выбрать. Вечером беглый олигарх отреагировал на обнародование разоблаченной схемы. Шор написал в своем телеграм-канале, что правоохранители считывают как дошкольники, и что на самом деле они работают в гораздо больших масштабах, а представленные цифры занижены. Напомним, что на местных выборах в ноябре 2023 года кандидатов от партии «Шанс» исключили из гонки после того, как Служба информации и безопасности объявила, что политформирование подкупает избирателей и получает деньги из России. Премьер Дарин Ричан тогда заявил, что всего за три месяца партия Алексея Лунгу якобы получила около миллиарда леев из России. 20 октября молдаване выберут президента и дальнейший курс страны. По меньшей мере 20 священников из Молдовы находятся под следствием. Их подозревают в получении денег от беглого олигарха Илона Шора с целью агитации против конституционного референдума и за определенного кандидата в президенты. Об этом рассказал глава генерального инспектората полиции Виорел Черноуцану в программе на ТВ-8 3 октября. По его словам, служители церкви получали из России от 500 до 800 евро на карты российского промсвязьбанка, который находится под международными санкциями. После этого священники отправлялись в Приднестровский регион, где снимали деньги в банкоматах. Не секрет, что полиция задокументировала по меньшей мере 15-20 священнослужителей, поскольку они воспользовались такими механизмами и отправились в Приднестровский регион для снятия сумм с этих счетов и карт. Снимали деньги и для себя, и чтобы кому-то передать. Редакция Ньюсмейкера обратилась к пресс-секретарю Молдавской митрополии Иуанну Машнигуцу за комментарием, однако на многочисленные звонки он не ответил. Недавно епископ Бельский и Фалежский Марчелл был пойман на пропаганде независимого кандидата в президенты Виктории Фуртуне. Во время встречи священников в Епархиальном соборе в Бельцах клирик похвалил Фуртуне и призвал верующих ее поддержать. Позже митрополия Молдовы публично осудила жест епископа Бельского и Фалежского и подчеркнула, что участие церкви в политической пропаганде недопустимо. Напомним, что в августе несколько священников из Молдовы отправились в паломничество в Российскую Федерацию, предположительно, чтобы получить инструкции и деньги за пропаганду антиевропейских и антиправительственных посланий. Однако в митрополии Молдовы отрицают, что поездка имела какое-либо отношение к выборам. Вручили ключи от новеньких автомобилей. 4 октября министр труда и социальной защиты Алексей Бузу провел церемонию по передаче шести машин представителям соцслужб. Бенефицарами стали шесть территориальных подразделений Сорохского, Ниспаренского, Фалежского, Бессарабского, Чмешлийского и Каушанского районов. Автомобили передали в рамках реализации реформы «Рестарт» и реформы Национального агентства занятости населения. Теперь сотрудникам социальных служб станет проще навещать уязвимые семьи, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями в отдаленных населенных пунктах. Алексей Бузу отметил, что реализация реформ продолжается. Цель реформы «Рестарт» заключается в том, чтобы у моих коллег на первой линии была возможность быстрее и эффективнее оказывать помощь, когда наши граждане в этом нуждаются. Мобильные группы будут созданы во всех районах Молдовы. С начала года мы практически удвоили количество машин для соцслужб. На этом наши инвестиции не закончатся. Министр труда также рассказал, что машины будут оборудованы устройствами GPS, чтобы контролировать предвижение сотрудников мобильных бригад. Когда мы делаем благое дело, мы должны нести ответственность за то, что машины будут использовать только по назначению. Министр труда отметил, что процент визитов мобильной группы домой к подопечным возрос на 260% благодаря увеличению числа сотрудников и пополнению автопарков территориальных подразделений. Сотрудники мобильных групп рассказали, что автомобили просто необходимы. Мы сейчас только у нас были только один, но и с другой, но и с другой ситуацией. Мы были только для нас, потому что мы были три автомобили, но после организации мы получили только один, и плюс эхипа мобильных. И это будет идеал для того, чтобы каждый сервис был, чтобы транспорт был. Мы имеем в субордине агенции до района Глодень и Сынджерей, которые имеют наступление университета транспорта. Конечно, облегчит. Я до сих пор ездил почти 10 лет на Ниве «Шевролет» в очень ужасном состоянии. Нашему подразделению еще необходимо как минимум два автомобиля. На закупку шести машин из госбюджета было выделено 2 миллиона 160 тысяч леев. До 4 октября в рамках реформы «Рестарт» ведомство уже передало агентствам социальной помощи 40 автомобилей. Напомним, реформа направлена на улучшение управления и прозрачности в системе социальной помощи и призвана обеспечить единый и справедливый доступ уязвимого населения к качественным социальным услугам. Подготовка ко дню вина уже на финишной прямой. 5 и 6 октября жители и гости столицы смогут посетить традиционные ярмарки и дегустации. Команда «Ньюсмейкер» решила выяснить, чего ожидают граждане от популярного праздника. Мы в Молдаване, мы как бы все вино уже продегустировали в Молдавской. А национальную кухню готовим дома, как бы. Мы придем тоже поддержим местных производителей по-любому. Да, пэй, требует винит, не варикат. Да, дичьё? Да, как, дичьё? Это и ускорботарика, это... Продукатурил нашли винчи. Пэй, десигур, ма ащтепт сфей чего-то форти фрумоз. Десеменеа, сфей репрезентат сфей чего-то означает вину. Не по-те сгусте что-то, даку, варфи манкари традиционали. На национальном дне вина свою продукцию представят 99 отечественных производителей. Ярмарки и выставки проведут на площади Великого национального собрания, у Кафедрального собора, а также на улицах Марии Чеботарь, Михае Еменеску, 31 августа и Колумния. Посетители смогут принять участие в мастер-классах и дегустациях. Вечером состоится концерт, на котором выступят сёстры Усаяну, Паша Парфени, Сдобщи-Сдуб, фольклорные ансамбли и другие артисты. Во второй день состоится церемония вручения премии «Золотая бочка» лучшему виноделу страны. С вечера 4 октября перекрыт проезд по проспекту Штефана Челмари на участке между улицами Пушкина и Марии Чеботарь. В столичной мэрии предупредили, что с 5 утра 5 октября до 5 утра 7 октября ограничат движение машин по улице Митрополита, Бенулеску, Бадони, между улицами Колумна и 31 августа. Общественный транспорт перенаправят на ближайшие улицы. Национальный день вина отмечается в Молдове с 2002 года, то есть 23 год подряд. В Молдову возвращаются дожди. Синоптики объявили «желтый код» в связи с атмосферной нестабильностью на всей территории страны. Погодное предупреждение вступит в силу в субботу 5 октября в 18 часов и продержится до 12 часов понедельника, 7 октября. По данным Гидрометеослужбы ожидаются дожди с грозами. Местами пройдут ливни и количество осадков в составе до 49 литров на квадратный метр. В некоторых районах ожидаются порывы ветра со скоростью до 20 метров в секунду. В 21 веке бессонница стала распространенной проблемой, которая все чаще встречается из-за беспокойного и зачастую несбалансированного образа жизни. Трудности с засыпанием, неоднократные ночные пробуждения или неглубокий сон. Со временем такие проблемы повлияют на качество жизни. Может пострадать сердечно-сосудистая система, снизится сила концентрации и возрастет риск ожирения. В сегодняшнем выпуске рубрики «Здоровье» мы поговорим с неврологом Адрианом Лупушором, который специализируется на медицине сна. Обсудим причины бессонницы и профилактику проблем, связанных с недостаточным сном. Еще один враг сна, синий свет, излучаемый экраном телефона. Он подавляет выработку мелатонина, гормона регулирующего сон. Специалист отметил, что некоторые люди прибегают к самолечению. Однако неправильная терапия может вызвать зависимость от лекарств и иметь гораздо более серьезные последствия для сна. Врач предположил простые, но эффективные рекомендации. Мы организуем лампу в таком виде, как в середине лампу лампу, с интенсивностью вниз. После того, чтобы умереть, если у нас нет сложности, никак не стоим ниже на фоне экрана, мы выбираем карту. Это очень интересная карта. И мы будем читать, пока мы увидим, что у нас есть ламп, и тогда мы умерем. Команда «Ньюсмейкер» спросила жителей столицы, соблюдают ли они режим сна и насколько хорошо отдыхают ночами. 8, 8-10. Суспешите? Нет. Не знаю, это немного интересное, чтобы умереть. Сегодня ночью я умер три часа, и я думаю, достаточно хорошо. Что вы думаете, да? Что ты делаешь, для того, чтобы умереть, как умереть, как умереть? Суну не совсем по телефону. Мне не аффективно, что умереть, в начале сна. Да, у меня сейчас проблемы с сна. Если читать книжку, то я думаю, быстрее уснешь. У меня сейчас просто этим не надо заниматься, но по факту телефон мешает, потому что, насколько я знаю, учёные доказали, что вот эта синевая от экрана, она мешает. То есть уснуть. 8 ори. Что такое, как из-за сна? Нет, 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 нет. Это зависит от лета. Существом это не за тем, что ты думаешь? Существует на нерв, в общем-то, это зависит от отчаяния, что, это отвлекает. Специалисты также утверждают, что другими факторами, которые могут повлиять на качество отдыха, является поддерживание в сне или толчки, а также апноэ. Как правило, они вызваны не только неврологическими проблемами со здоровьем. По мнению специалистов, продолжительность сна необходимо адаптировать в соответствии с возрастом. Младенцу требуется 22-23 часа отдыха, ребенку – 13 или 14 часов, школьнику – 10 или 11 часов. Подросткам следует спать в среднем 9-10 часов, а взрослому человеку соблюдать режим 8-7 часов ночного отдыха. Согласно статистике, нарушениями сна страдают около 6% населения Молдовы.